Славянское слово «сретение» переводится как «встреча». Встреча человечества в лице старца Симеона с Богом. Это событие описано в Евангелии от Луки. После совершения обряда в храме к родителям Иисуса подошел глубокий старик по имени Симеон. Это был один из 70 ученых, которые переводили священное писание с иврита на греческий. По преданию, когда-то во время работы над текстом он принял за ошибку фразу «Все девы в очреве приимет и родит сына». И собрался исправить дева, то есть непорочная девушка, на жена, что означало женщина. Но в этот момент к Симеону явился ангел и сказал, что он не умрет, пока не увидит своими глазами младенца и не убедится в правдивости пророчества. С тех пор праведник ждал рождения Мессии, тяготясь столь длинной жизнью. Взяв на руки Иисуса, Симеон, согласно писанию, произнес «Ныне отпускаешь раба твоего владыка». Философское значение праздника – Сретение, встреча старого языческого мира и христианства. Ветхого Завета и Нового. Верующие в этот день празднуют встречу с Богом. Есть несколько икон, посвященных Сретению. Это иконы Богородицы и умягчения злых сердец, на которой Мария изображена с семью вонзенными в сердце мечами. Евангелист Лука написал, что Симеон, взяв на руки Иисуса, предрек его матери, «И тебе самой оружие пойдет в душу», подразумевая, что женщина увидит крестное страдание своего ребенка. Перед этим образом верующие молятся о прекращении вражды или раздоров в семье между супругами и родственниками. Еще одна икона, связанная со Сретением – Симеона, Богоприимца. На иконе Симеон принимает Иисуса из рук Марии. В православных храмах в этот день служат праздничную литургию. Особо радостным и любимым праздник Сретения на Руси был еще и потому, что совпадал с окончанием жестоких холодов. В народе говорили – в Сретении зима с летом встретились. Поэтому последние морозы и первые оттепели называли Сретенскими.